приветствую со своем канале сегодня я вам покажу как вышить вот такой вот простой цветок делается он очень легко и для начала я возьму фломастер который используется чаще всего для вышивки удобно очень тем что он исчезает и по личному опыту берите фломастеры фиолетовые потому что ну как бы они такие легче сходят и лучше видно их чем какие-то другие цвета и я хочу сделать такую небольшую композицию просто для себя тут очерчу немножко симметрично вот так где у меня будут располагаться еще цветочки здесь тогда и вот здесь и буду использовать ленту узкую двух оттенков 1 и 2 сантиметра шириной взяла вот такого цвета к кораллу так и розовый такой вот вы можете использовать один цвет лет если нет у вас 2 цветка 2 цвета отрезаем ленту эту ленту не надо закреплять в ушки потому что она у нас с вами не будет выскакивать с обратной стороны я сделаю узелок и его оплавлю вышиваю на льне также можно использовать габардины если у вас нету льна наверное более такой доступный материал это габардин он и попроще и с ним работать он он и подешевле и с ним работать полегче здесь я сделаю французский узелок на два оборота в левую руку возьму ленту обмотая вокруг иголки два раза и рядышком с тем местом где только что выходила вставлю иголку обратите внимание здесь чтобы вы не попали в ваш узел начал вы не сможете протащить ленту и застрянете иголку след продеваем ленту у нас с вами получается такая как бум такая как пимпочка такая шашечка теперь ленту мы с вами вводим с изнаночной стороны на лицевую и теперь мы с вами будем так такой способ чем-то напоминает может быть наподобие вязания но такой вот мы будем с вами таким вот образом вокруг оплетать нашу нашу бусинку вот эту нашу получившуюся такую капельку шаг небольшой подтягивайте ленту если лента вас перекручивается ничего страшного это даже и хорошо придается такой дополнительная живость так сказать цветку вот так еще раз покажу здесь старайтесь попадать шахматном порядке чтобы у нас лепестки ложились шахматном порядке видите вот так вот получается лента у нас проходит под иглой мы не вкалываем просто под иглой опять поворачиваем опять шагаем рядышком опять где-то здесь вытаскиваем и делаем опять шагаем старайтесь чтобы шаги были более-менее одинаковые но если вас есть какое-то расхождение ничего страшного в целом это будет не видно когда роза вас соберется и я здесь ленту уведу назад мне нужно будет поменять ленту отрезаю здесь и обрабатывать дальше мы берем ленту более светлую можете наоборот сделать светлые внутри сна снаружи темную она тоже 1 и 2 см шириной нам понадобится небольшой отрезок потому что здесь у нас с вами всего один ряд будет наших лепестков петелечек таких я также сделала здесь узел с обратной стороны пыталась тут закрепить нашу ленту также обработаю возрасту к нам нужно то место где мы с выходили вот это нас с вами был крайний лепесток того цветка мы с вами вот здесь вот заведем и будем продолжать только теперь лентой более светлой надеюсь вы разобрались с этим способом сейчас еще раз он на примере еще одного цветка покажу как это еще сделать можно сделать цветы однотонные можно сделать их двухцветные как у меня можно сделать еще больше то есть если мы с вами возьмем еще один ряд лепестков у нас с вами цветок получится еще больше здесь чем удобно что мы сами можем с вами отрегулировать пышность нашего цветка количеством рядов то есть очень удобный такой способ и здесь немножко ленточку освободить вот так видите очень быстро достаточно просто отлично подойдет если вы только начинающий мастер и хотите попробовать себя вышивки то есть такой очень легкий простой способ сейчас я еще сделаю здесь один цветочек и потом к вам еще вернуть чтобы сделать еще с вами но дополнить нашу композицию опять же сделаем здесь узелок всегда края ленты обрабатывать и это важно вышивки лентами потому что лента атласная она очень сильно размах ряется очень быстро и можно дернуть слегка ленту и все вас распустится здесь делаем французский узелок на два оборота вкалывая ленту еще раз повторюсь обратим внимание чтобы не попасть в узел который на с вами с изнаночной стороны и сейчас еще раз покажу начало все равно с какой стороны здесь вы начнете рядышком максимально близко к нашему узлу но не пытайтесь залезть под него и шаг если у вас лента туго идет то вот видите я иголку в руках немного покручиваю так она мне легче проходит немножко в руках покручиваете и она легко пройдет если вам проще по возьмите все-таки габардин габардин ткань такая она там волокна более таких как они сказать ходуном больше расходится легче чем в линии поэтому вам будет полегче если вы так уже руку немного набили то в принципе можете уже и браться за лен здесь принципе меняли он тоже такой не очень плотный поэтому и в принципе тоже легко проходит лента и сейчас мне лента здесь закончилась я сейчас закончу возьму новый небольшой кусочек и закончу цветок эти лента очень сильно махрится и сейчас я возьму еще кусочек и закончу свою работу давайте что после завершения ваших рядов когда лента заканчивать отрезайте вы ее обрабатываете теперь и добавим наши композиции немножко зелени тоже возьму ленту 1,2 сантиметра шириной зеленого цвета также 1,2 сантиметра и добавим немного зелени нашим нашим цветочком это может быть маленькие листики можно взять ленту пошире то здесь уже фантазируйте как как вам хочется куда вам хочется как увидеть у нас такая с вами небольшая здесь композиция поэтому поэтому вот так как же ну ладно сделаем простым ленточным стежком когда мы будем ленту вкалывать иголку вкалывать в ленту и обратный стежок чтобы у нас было сзади поменьше с вами протяжек также выбирайте какая сторона вас лицевая будет блестящая или матовая и этой стороной выкладывайте то есть кто-то не любит блестящую сторону всегда выкладывать ленту на матовую кто-то ровно относится к блестящей стороне и наоборот любит когда лента блестит то есть выбирайте какая сторона вам больше нравится и придерживайтесь ее чтобы у вас было все красиво и гармонично и уберем туда под под наш цветок и сейчас добавлю еще немножко зелени принцип вы поняли стараться делать минимальное количество протяжек и ленту всегда закрепляем перед большими протяжками будем с вами и отрезать сейчас еще добавлю немножко зеленых листиков и вот такие розочки получились делаются как видите очень легко просто и быстро отлично подойдут для начинающих украсить можно ими все что угодно одежду какие-то там наволочки можно украсить полотенце отличная вышивка если вы дополните такую вышивку полотенцем и подарите я думаю человек которому это вы дарите будет очень рад и если вы впервые на моем канале подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы буду рада вас видеть в следующих своих видео и всем удачи всем пока